Реконструкциям сетям водоснабжения и водоотведения быть. В Березняках началась реализация новой инвестиционной программы в этом направлении и впервые в таком объёме. Средства, которые выделяют компании, тратятся на подключение новых объектов. В частности, микрорайон Любимов, что не очень хорошо сказывалось на состоянии сетей в самом городе. Сейчас же ситуация кардинально меняется, благодаря дополнительному трёхстороннему соглашению, подписанному с правительством Пермского края, администрацией города и Березняковской водоснабжающей компании. Это первые шаги, которые точно позволяют особенно тяжёлые объекты, которые несут самую большую долю аварийности, начать перекладывать в городе. Соответственно, мы надеемся, что это, безусловно, скажется уже в 2024 году на более комфортных условиях в части водоснабжения и водоотведения для жителей Березняков. Соглашение было подписано на втором всероссийском водном форуме «Живая Кама», который проходил в Перми. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин ранее отмечал, что сфера жилищно-коммунального хозяйства требует постоянного внимания со стороны краевых властей. Сфера жилищно-коммунального хозяйства находится на особом контроле. От того, насколько эффективно функционируют коммунальные объекты и системы, зависит качество жизни граждан. В регионе активно ведётся работа по запуску новой программы модернизации коммунальной инфраструктуры. Планируется, что благодаря ей уже до конца 2024 года качество коммунальных услуг повысится для более чем 14 тысяч человек. В Березняках же на реализацию инвестиционной программы в этом году краевые власти выделили более 200 миллионов рублей. А это, к слову, почти в два раза больше, чем в прошлом году. Оборудование будет модернизировано и заменено. И, как следствие, аварийность на сетях снизится. Повысится экологическая безопасность и энергоэффективность. А где в первую очередь начнутся работы по реконструкции, мы узнаем уже после 31 января. Дмитрий Асташкин, Никита Игнатьев. Наши новости.